Всем привет друзья! ESM Зона плюс ГГБ от этого батл создали турнир, на котором сейчас будет играть в Best of 3 противостоянием Troublemakers и YOLO NIGHT. Будем смотреть за этим интереснейшим матчем, надеюсь что будет какая-то плотная борьба, уже в интерьер, но забирают Troublemakers. Я хочу отметить, что все прошлые матчи прошли со счетом 2-0, я не знаю это какое-то уже везение или не везение решать вам, лично мне хочется смотреть за Best of 3 противостоянием, а не Best of 2, когда все игры по факту идут в одну калитку. Баны, Dark Willow, Enchanters, Broodmother, в исполнении Troublemakers, с другой стороны YOLO NIGHT забанили Силенсера, Некрофоса и Феникса. Отлично, сейчас я еще открою чат, дабы хорошо видеть и слышать все происходящее. Вот так вот здорово. На кого вы ставили, друзья, давайте поговорим, задавайте свои вопросы и сделаем такой небольшой интерактивчик в плане общения. Тренд протектор для YOLO NIGHT, сейчас будут забирать второго героя. Могут взять какого-то вивера, либо врейс кинга. Хотя два героя были пофикшены, самого малость, в патче 7.19.c. Поэтому не уверены, что эти герои смогут как-то показать себя в дальнейшем. Да и в целом патч еще должен выйти крупный совсем скоро, насколько я понимаю, после закрытых квалификаций к мажору. И мажор, думаю, будет уже играться на новой мете, на новых героях. И не будет у нас каждая игра условная спектра, алхимики и прочее. YOLO NIGHT, TINI. TINI, хорошо. Вот, ну, на ГКБ Дота 2 Баттл героев не берут таких, как на условных квалификациях к мейжору. Там все было предельно ясно, всегда были алхимики и прочее. А вот сейчас, сейчас матчи действительно интересны. В плане пиков, ты вообще по насыщенности. Урса, Урса в пике для Troublemakers. Тоже хороший персонаж. Мне нравится Урса тем, что она прыгает и просто уничтожает своего оппонента. Там буквально за 7 своих ударов с оверпауэром. Вот Вивера забанили Troublemakers. Герой неприятный против Урсы. Урса просто его не сможет прыгнуть, быстро убить. Если не будет какого-то баша, одного-двух. Драфты интересные. Вот лично мне нравятся драфты, которые проходят на ТТ-2 Баттл от ГГБ. Напоминаю, что заходите на ESM-зону, регистрируйтесь на турниры. Там очень много крутых турниров 1 на 1, 5 на 5, 3 на 3 по доте, еще и по лолу сделали. Но я лично, как не фанат лола, не играю. Я в эту игру даже ни разу не заходил. Фантом Лансер в бане от Troublemakers. Тоже боятся данного персонажа. Да, есть в интерьере, на котором справляются с иллюзиями неплохо. Но вот Урса боится этого героя просто нереально. Поскольку, ну просто в тебя бежит Фантом Лансер с тысячей иллюзий, а Урса как бы любит подраться 1 на 1 на кулаках. Допустим, против того же Тини, например. Либо Манки Кинга, тоже герой неплохой против Урсы. Точнее, Урса против Манки Кинга, неплохой герой. Да, пока жду я ваши вопросы в чате. Надеюсь, вы будете проявлять активность. Я надеюсь, у нас получится с вами как-то коммуницировать. И Йолла Найт сейчас будут банить своего следующего героя. Кто же это будет? Давайте посмотрим. Надеюсь, что... Драфты у нас не... Не расстроят. Террор Блейд. Террор Блейд в бане от команды Йолу Найт. Хороший кофе. И игры, я надеюсь, будут тоже хорошие. Хороший кофе. Хороший кофе. Это я уже задумался о гере. Я уже предвкушаю вот это противостояние Урса, Тени, Винтер Верна, Тренд Протектор. Сейчас еще 6 героев мы увидим. Как же я люблю Доту. Я жить без нее не могу. Так, давайте Йолу Найт. Забирайте саппорта. Надеюсь, это будет... Венжи Фолл Спирит, например. Либо взять... Даркфилла в бане, к сожалению. Но она была бы неплоха здесь. Ну, вот Венжи Фолл Спирит, допустим. Шэдоу Шаман. Шэдоу Демон. Нет, Шэдоу Демон не очень хорош. Ну, Шейкера мы могли бы забрать, но он в бане. Виномантер. Вот это герой, которого я 100% даже не предполагал, что его возьмут. Интересно. Но против Урса он сильно интригирует хорошо. Много замедления плюс периодический урон. Ну, это всегда хорошо. Совсем скоро у нас еще появятся записи на YouTube-канале. Поэтому сразу же можете подписаться на него. Записи прошлых матчей. Все игры были интересные. Я вас уверяю, мы все их видели. Да, счет, правда, в каждой серии был 2-0. Но все равно это не отменяет того факта, что матчи были интересны. Траблмейкерс задумались пока, что же им взять на следующий пик. И это Лина. А Лина в центр, скорее всего. Ну, не знаю. Лина мне, честно говоря, как герой в центре пока не нравится. Надеюсь, ее как-то еще больше поднимут в патче. Ну, либо же наоборот. Сделают ее плюс-минус такой же. Ничего не поменяют. Но других мидеров пофиксят самую малость. Так, друзья. Пока не вижу вопросов в чате. Надеюсь, они появятся. А пока мы ждем к следующей пике Йолу Найт. И к тому же они уже потратили практически все свое дополнительное время. Остается у них 25 секунд буквально. И нужно поторопиться с выбором следующих героев. Поскольку им еще нужно взять целых два персонажа и один бан. Как бы времени на это у них не очень много. Тут я так подумал, что может взять команда Йолу Найт. Лич. Ну, опять-таки, вот этого героя я точно предположить не мог. И, честно говоря, мне нравится пик очень сильно. Сегодня хоть не картавый комментатор. Да. Я, к счастью, не картавлю. Я смотрел некоторых комментаторов. Одной немалоизвестной студии. И как-то я просто не мог смотреть матчи. Не получать наслаждения. Просто сидел и смеялся. Ну, возможно, это какая-то моя личная проблема, что я смотрюсь над этим. Он вчера комментировал. Я вчера комментировал. Я комментирую все матчи на Dota 2 GGB Battle. Поэтому вы каждый день можете наблюдать меня. Я надеюсь, для вас это будет какой-то... Даже не знаю. Надеюсь, я не переношу какого-то рейджа в свою сторону. Что вы смотрите меня с наслаждением. Либо просто вот как-то нейтрально. Вчера не было на что смотреть. Ну, Вегас Квадрон, да, проиграла. Но все равно... Я в них верил до последнего. Хоть и поставил против них. О, и Спектра для Траблмейкерс. Хм... Не знаю, в Спектре будет очень тяжело. Здесь Лич, Виномансер, Тинни, Тренд, Протектор. Все неприятно. Но с другой стороны, Траблмейкерс имеет Урсу, Лину. Героя, которые потенциально могут камбэкать и... Давать спейс для Спектры. Думаю, у них это получится. Я, к сожалению, пока не успел поставить ставку на данный матч. Но лично мое мнение, я думаю, у Йолу Найт смогут протащить и выиграть эту игру. По крайней мере, эту карту в Best of 3. Так что... Мы смотрим дальше. Бан Штом у Спирита в исполнении Йолу Найт. Это сильнее... Кто сильнее, как команда... Лично я думаю, что сильнее, как команда Йолу Найт. Они играют уже не первый день, не первый месяц. Траблмейкерс как-то собрались совсем недавно. Да, показывают неплохие результаты. Но нужно им еще набирать командную работу, наигрывать все стратегии и прочее. Да, даже в чате пока у вас небольшая задержка есть, уже в чате ответили. И благо, мое мнение сходится с вашим. Всегда сильная команда победит даже со слабым пиком слабого оппонента. Поэтому, допустим, даже те же Na'Vi смогут обыграть условных 5K игроков. Хоть и будут играть на не самых лучших героев. Так что... Да, я надеюсь, что борьба будет ужесточенной. Да и к тому же, я хочу посмотреть на Best of 3 противостояния. Напоминаю, все матчи у нас заканчивались со счетом 2-0. Я хочу посмотреть на 2-1 в принципе в любую пользу. Главное, что было 3 матча. У Йолу Найт винрейт почти 50%. У Трэбл Мейкерс... Да, надо посмотреть. Благо, у меня есть личный статсмен с идеальными наушниками. Кстати, Трэбл Мейкерс забанили пугну. Йолу Найт, в свою очередь, забирает инвокера. Ох, ну инвокер будет опять-таки через квас векс. Не очень мне импонирует. Да, на инвокер нет как такового урона в начале игры. Точнее, не в начале, а где-то минуты с 10. За 10 игру у них 2 победа. У Йолу Найт? Ну, у Трэбл Мейкеров. Он тут мне подсказывает, что у Трэбл Мейкерс 2 победы из 10 матчей. То статистика все в целом по 10 играм. На, то статистика вообще целиком по 10 матчам. Ну, на самом деле, я в этих парней верю. Фейс-дриллер, все дела. Я уже не первый день его знаю, слежу за ним. И еще кофе на себя разлил. Ой, хороший будет день. Еще будет 2 игры по 20, и просто вообще, хоть бери, да... Плачу. Так, ну я вот смотрю на пики. В принципе, мне импонируют оба коллектива. Почему дефективные прям тянутся к комментаторству? Не знаю. Комментатор, следующий инк будешь комментировать? Сомневаюсь. Я бы лучше на интернешнле поиграл, нежели покомментировал. Ну, или просто чем-то там другим позанимался. Всяко лучше. Не знаю, я в последнее время замечаю много негодования в свою сторону, в комментаторском смысле. Ну, и как бы мне ни горячо, ни холодно. У каждого человека есть свое мнение. И я рад, что вы его проговариваете и даете знать. Но если ваша критика была бы чуть более конструктивна и более объяснима, то это было бы лучше, нежели просто комментатор плохой. Поскольку всегда нужно человеку знать, что нужно пофиксить, а не ты просто плохой и ты не знаешь, что с этим делать. Ладно, пока мы оттолкнулись, поскольку драфты мы уже все заметили, посмотрели, матч начинается, сделаем небольшой переходик. Буквально через парочку секунд. Так. Приступаем. Если они не нафармят, их закончат просто быстро. Возможно. Возможно. Но я верю в этих парней. И в теории у них есть чем защищаться. Вот здесь Винтер и Верна Пугна, Алина. Они могут как и пушить быстро, так и защищаться. Весьма неплохо. И здесь все будет зависеть от исполнения коллективов. Если Йолу Найт задоминирует все три линии и будет перифарм просто там в несколько тысяч над каждым кор-героем вражеским, то да, тогда у Трабл Мейкерс будут действительно большие проблемы. Ну, в принципе, и от их названия никнейма. Все, в принципе, идет от этого. Так. Пауза ставится. Инвокер приостанавливает игру. Алина здесь разрубила все деревья, дабы Триан Протектор не мешал. Здесь никому. Так. Сори, говорит, Пугна. Я уже жду. Жду начала матча. Жду, пока пауза отожмется. Вот инвокер как раз-таки услышал мои просьбы, мои мольбы. И отжал ее. Как-то родами на матеря. Аккуратно так только что постоял здесь. Триан Протектор еще не знает, что его ждет. Ведь здесь нет деревьев. Я не знаю, как ему стоять на этой линии. Мы смотрим не за командами, как таково. Мы смотрим за интересным матчем. А уже после игры мы будем обсуждать, что же пошло не так. Что нужно было фиксить. И что нужно сделать для того, чтобы в дальнейшем коллектив смог одолеть своего оппонента. Вот Триан Протектор будет стоять только в этих лесах. Ну, ему, по крайней мере, на первое время этого хватит. Тут, как только запушится линия в сторону Траблмейкерс, то уже от этого можно будет отталкиваться от Станпа двоим от Лины. Хорошо. Спектра в это время фармит. Накидывает кинжальчик свой. Хорошо. Будет покупать после Кьюнинг Блейда стики. Если Виномайтер будет играть через непосредственно Змея, то это должно помочь. При наполнении как раз таких. В центре, в центре инвокер против Пугны. Ну, инвокера, мне кажется, шансов маловато здесь. Кто выигрывает по пику? По пику, я думаю, если судить по началу игру, то выигрывает Йолонайт. Если лейтгейм, то, конечно же, конечно же, за Траблмейкерс. Кто такой плов? Плов это кэри команды Траблмейкерс. Игрок с высоким мером. Надеюсь, я смогу его продемонстрировать. К сожалению, нет. Дота это не хочет делать. Как-то недолюбливает плов. Так. Ну, вот Спектрам. Пытается фармить. Пока Трэн Протектору тяжело, поскольку нет деревьев. Трудно что-то с этим придумать. Внизу Лич плюс Тинни. Комбинация весьма неплохая. С учетом... Ох, Лич хорошо добивает крипа. Да, там... Тяжело. Тяжело стояться в центре. Если Пугнающего потенциально возьмет, то быстрый уровень. Так, Эктор. Выход на него. Пошел Даггер от Спектры. Ой, еще и станут лины. Отлично. Должны забирать. Отличное убийство. Плюс... Это размен. Кстати, Винтерверна погибла на нижней линии. Безразменном. Фейс-дрилеру очень тяжело. Первого уровня. Как нужно... Что-то с этим да придумать. Ну вот. Без деревьев. Тренд протектор банально не знает, что здесь делать ему. Я бы на его месте просто сидел бы, плакал бы или ставил бы какие-то айрон бренчи. Дабы деревья появлялись. Хоть какие-то. Так. В центре. Пугна четвертый. Инвокер буквально через несколько крипов его получит. Ну и вот уже Спектра опережает на 5 крипов. И 7 дынаев у нее. К тому же. Под декипифаем. Минвокеру очень трудно стоять здесь. Просто смотрите. Он получает, во-первых, урона много. Во-вторых, еще и крипов не может добивать. Вверху погибает мастер-диск. Кректор жмет стики. Выживает. Хорошо. Килинг сейлф работать. Будет идеально. Будет восстанавливать свое здоровье. После чего... Будет продолжать стоять на линии. Вот так. Лина. Лина. Пробивает его очень сильно. Трейн протектор еще один удар дает. Отлично. Мастер-диск. Оформляет убийство для себя. Счет у него 1-1-1. 1 добитый крип. 2 дына. Урса любит единички. Пугна пятого. Но она не сможет, к сожалению, забрать инвокера через лайф-дрейн. Поскольку инвокер будет использовать торнадо, колдснеп. И не давать ей дожимать ультимейт до последнего. Так. Урса побежал на центр. Как-то самоуверенно. Второго уровня Урса бежит на центр. Пошел у торнадо. Разбивается дабл-дэмэдж Урса и все. На этом пробежка Урса закончилась. Вверху размен небольшой. Лина в размен на Веномансера. Плов получает нужный опыт. Но он, думаю, будет ликовать. Но тренд протектор четвертого уже. Вот это для спектры плохо. Тренд четвертый. Веномансер третий. Лина практически четвертого. И играет она через Fire Soul. Второго уровня пассивная способность у нее. Либо это было с осознанным выбором. Либо же банальный мисклик. Поскольку если игрок играет через Legacy K. В скобочках раскладка из первой доты. То Fire Soul на буковку F. А Dragon Slave на D. И банально мог мискликнуть. В этом плане. Так. Выход внизу был небольшой. Лича и Тини по Урсе. У него мало здоровья остается. Вверху спектра. Догорает тут я до Веномансера. Еще одно убийство в копилку. Йолл-Найт. Уже пятая. В общей сложности. Лина. Цепляют ее, кстати, на геле. Пошел. Пошло семя от тренд протектора. Можно забирать Лину. Но много урона по ней входит физического. Хорошо. И Вен Спектра прилетает вновь наверх. Пыталась как-то пробивать Веномансера. Но у того... На том висел Ливен Армор. Ну и как бы... Спектра не наносит того урона, который хотелось бы нанести. ММР не показатель. Да, естественно. Но... Когда у тебя 2009... То как бы это показатель. Хотя даже 5 и... 3. Тоже показатель. Ха-ха-ха. Вновь погибает Лина. Лина. Не знаю, что здесь Лине нужно делать. У нее 5 смертей из 7. Как-то не идет у нее пока игра. Но она... Не самый плотный персонаж. Плюс эскейпа у нее нет. И просто под геле Веномансера, под личсидом тренд протектора и тычками тренда на 106. Боже, сколько там урона физического. Он даст буквально 5 ударов. Одно семя и Лина умрет. Примерно вот так все работает. Пошел Лайфдрайн по Инвокеру. Кстати, как же она регенерирует свое здоровье? Но если бы не... Если бы не Фростбласту, скорее всего погиб бы Инвокер. Да и Пугна сама выживала бы. Была бы при этом регенерация в Ботле. Так, кстати, Веномансер уже погиб. Тренд протектор. Скоро появится Инвиз. Ай, плов! Плов пытается убегать, но урона очень много. Вот Мастериска. Мастериск тоже погибает. Это 9 счет. И, скорее всего, первых 10 убийств будет в пользу команды Йоу Найт. Ну вот, Лина уже начинает убивать. 4 килла имеется. Отлично. Следующим артефактом будет как раз-таки Фейсбутс. На Лину пошел выход. Но Лину здесь заберут. Ничего не сможет здесь поделать. Ну да, и, кстати, вот Фаерстол дальше не докачивает. Скорее всего, был просто банальный мисклик. Но не думаю, что это прям супер критично для нее. Поэтому трудно сказать что-либо. Ну, Веномансер практически 6 уровень получил. Здесь уже засада небольшая от Тренд Протектора и Лича. Лич телепортируется в центр. Вновь будет выход на Пугну. Ее тоже нужно забирать. Будет ли какой-то Торнадо плюс Колд Снеп. Лич с Чайником. Пошел Торнадо, но мимо. Мимо Торнадо. Эх, не повезло. Пугна использует руну регенерации. Много у него было маны. Ай-яй-яй, Пугна все-таки не смогла добить Лича. Еще и Колд Снеп от Унлокера. Пошел вверху Лина. Ее очень больно бьет. Но сколько же урона все-таки от этого мастериска влетает. Лич сит плюс стычка на 108. Это просто невероятное количество урона. А здесь Пикта уже смещается в лес. Будет фармить непосредственно в лесах. Ой-ой-ой, Плов Плов пытается убегать. Как же много урона. По нему только что влетело. Но благо выживает. Еще один Чейм Фрост отлетел бы в нее. Прямо в цели. Она погибала бы, скорее всего. Да не играет никто на этой раскладке. Не знаю, лично я играю. Ага. Так, давайте переключимся на общую ценность. Пугна находится. На первой строчке Тини. Виноманцер. На второй и третий, соответственно. Ну, у Тини проблем здесь, как таковых, нет. Тини, кстати, играет через фейсбутс. Да боже, кто этот предмет начал так форсить на этом Тини? Кто его начал первым собирать? У Тини банан... Вот у Тини чего-чего, а с уроном не дохватывает. Вот лично урона ему хватает всегда. А скорости атаки нет. И поэтому очевидно, что должен выбор склоняться в пользу Power Threads. Пошел, кстати, драться с фейсдридером. Фейсдридер, у него нет ультимативной способности, поэтому он не сможет как-то вскрыться. Но вскрылся в другом смысле и погиб. Не знаю, самоуверенно, как-то только что сыграл Урса в этом моменте. 5-12 счет. Да, все-таки первое действие бис пошло в копилку команды Yellow Knight. Что за ноунеймы играет? Ну, не очень-то и ноунеймы. Если ты следишь за Тир-2 сценой, то эти команды на слуху у всех. Бокер, Торнадо под двумя героями пошло, забирает баунтируну. Хорошо. Ну, Пугна пока фармит весьма неплохо. Да, вот эта достатная смерть была не кстати, но все равно должна набирать им на свои обороты. Тени 8 уровня с Аквилой, Ботлом и Фейсбутс. Надеюсь, сможет кто-то пояснить лично мне, почему собирает именно Фейсбутс на Тени, а не Пауэр Трэдс. Может, я как-то отстал от Доты. И это действительно какая-то имба. Млина. Млина 6 уровня. Но здесь Тренд Протектор дает свой удар. Так. Ой-ой-ой, как же много урона взлетает по Тренд Протектору. К тому же под Декрепифаем Пугна улетает на базу. Хорошо. И никто не погиб. При этом много было ресурсов потрачено с двух сторон команд. Пугна. Пугна улетела. Кстати, Плов дерется с Личом. Лич должен забирать просто с руки ему. Напинал. Мастериск. Пошел кидать Лич. Ситна. В Интерверну. В Интерверну могут забирать. Да. И вот, казалось бы, никто не погибал. Вроде как все отошли, но все умирает в один прекрасный момент для команды Yellow Knight, поскольку потеряли не всего одного Винтерверну, а в размен на Спектрулину Винтерверну. Пугна пошла фармить лес. Урса потерялся, возможно, по карте. Это, конечно, его перебежка на центральную линию на нулевой минуте. А, ладно, на второй. Но все равно вторая минута, второй левел. Урса побежал в центр, получил торнадо и ушел. Ну, как-то не то, что хотелось бы. Инвокер покупает урну Faceboots девятого уровня. Через квас векс все-таки играет, но следующим артефактом будет делать именно Midas. Что тоже интересно, поскольку Midas на инвокерах не покупает при такой раскачке, раскладке и билде. О, и Урса будет погибать вновь без ультимейта. Нужно получить его как-то где-то дабы пытаться выживать. Крылат на пугне улетает на верхнюю линию будет подпушивать вышку. Кстати, спектра погибает. Но, спектре все не так уж и плохо. Да, счет 0-4, но Power Threats урна и скоро худ. Ну, как скоро. Она купила самый дешевый артефакт, точнее предмет. И остается и кольцо и клаков. Тяжело пока спектре. Но, с другой стороны, есть Лина, в случае чего можно камбэкаться. Да и погнав, теории, будет помогать. Ну, пик траблнекерс, он такой, что все друг другу будут помогать рано или поздно. Сначала все помогают спектре, а потом спектра помогает союзникам и вроде как победа. поскольку в доте самое главное не убить тысячу героев, а сломать трон. Сломать его уверенно. Возможно, именно поэтому игры тянутся 40 минут, потому что все пытаются друг друга убивать и нет героя, который мог бы просто зайти и сломать бараки. Вот, например, пикать тени, тролля, шедофинда, в оффлейн пугну, саппорт, кто там из саппорта может наносить урон по вышкам. Блин. А, ну, например, фуриона. И просто идти уверенно забирать по одной вышке. И вот так вот рано или поздно победишь. Ну, а пока все настроены на убийство. Все очень агрессивно настроены друг против друга. Единственный трон стоит и не понимает, почему его никто не бьет. Возобновляется игра. 4 тысячи преимущества за Йолу Найт. Давайте посмотрим на графики. да, тут все было просто спад именно в пользу Йолу Найт. По опыту 6 тысяч. Ну, должны, должны они как-то набирать обороты. Траблмейкерс возвращаться в игру, дать пофармить Урсе. Нужен ему блиндайгер, но пик против него очень-очень неприятный. Все герои будут... Вот просто моделируем ситуацию. Прыгает Урса даже не знаю самого худенького персонажа ну не знаю в Лича например, да. У него допустим Ice Armor 4 уровня Виномастер еще потенциально накинет гель Френд Протектор и Ливен Армор и Урса вообще никого не убьет. Вот кого бы она не прыгнула. Там хоть персонаж был бы 600 хп как например Crystal Maiden и все равно не убивал бы. Плов это чувак который купил аккаунт с Хаймувер походу. Ну не уверен. Я его часто в паблике замечал. Ну вот как раз таки сейчас он играет за Troublemakers и как бы надеюсь что у этой команды будет все получаться ведь не зря они играют на ГКБ Дота 2 Батл. Не зря мы эту команду пригласили. Ну запрыгивать и не по Винтерверне Винтерверна мгновенно рассыпается. очень много урона влетает от Тини. Так ну ладно Винтерверна погибла. Но Урсе нужно зафармить Блинкдаггер. Урсе Блинкдаггер к Пугни летит возможный Пауэр Трэц либо же нет нет просто Кларити слишком далеко я забежал. Вышку нужно забрать там буквально 2 бласта не хватает. Лина 8 уровня Файер Сол кстати как-то Лина просто блинкнулась на хайграунд забавный момент был нужно посмотреть его потом так первый бласт пошел и инвокер пытается донать вышку у него это получается Лина побоялась выйти инвокер получается станут Лины Лина крутится в торнадо ну очень урона много влетает ну очень много не знаю не хватает инвокеру какого-то Юла БКБ других артефактов но они у него должны появляться но как бы спектра там уже не расфармилась у которой уже совсем скоро появится худ вот уже второе кольцо прикупила осталось клавка за 500 за 550 но у него 50 монет уже есть как-то так пугна пугна бежит по верхней линии так так я буквально на секундочку так нужно было немного потратить здоровье это было невыносимо тени тени 11 уровня с блиндайгером выход на спектру спектру нужно забирать торнадо пошел но торнадо попадает по курсе минус мана урсы есть в случае чего манго нужно его подъедать ах можно забирать тени отлично как-то я на секунду забыл название ультимейта лины лагуна блейд она прокастовала успешно по тени тот погиб винтер верно бежит дальше винтер керс пошел отличный полич улич бьет хорошо пошел стал по двоим и стирает мгновенно двух персонажей команды Йоло Найт хорошее убийство виномансер телепортируется на базу у него пайп кстати хороший предмет ох спектра здесь находит просто тучу вардов будет их фармить как же мало у него урона так так ну тратить 20 секунд ради 14 монет не самая лучшая забава фейсдриллер пока не знает что ему делать какой-то не очень страшный медведь получается кого не прыгнул никого не сможет убить блиндаггер появится через буквально минутку но хватит для того блиндаггера у него всего фейсбутс и штуншилд на 17 минуте у него ой ладно я посмотрел на его общую ценность и мне она в глаз попала что он заболел не знаю 3600 урсы меньше чем у лича и тренд протектора ой фейсдриллер не везет ему пока что но 10 уровень получает на верхней линии находит фарм уже перегнал лича отлично отлично еще вот такими темпами перегнать например инвокера или виномансера так на тине пошел выход и в случае чего есть святыня так торнадо пошел по пугне попадает от пугна погибает хорошо будет ли продолжение спектра пытается убегать по ней пошел чайник замедление дичайшее работает на спектру пошел эвлендж тос спектра будет погибать спектра погибает лина раскастовывается по инвокеру нет по виномансеру прошу прощения но инвокер в это время забирает лину минус 3 уже в исполнении йолонайт за винтер верни тоже продолжается погоня тине выбрасывает его на тосе это минус 4 минус 4 оформляет йолонайт а урса дофармливает блиндайгер находится на седьмой строчке по общей ценности эх когда плов начнет фармить эх ладно процедирует целиком че там когда плов начнет твой фармить ну у него по золоту все неплохо да спектра герой который начало терпит а потом как-то за счет фарма леса где-то найти пару пачечек крипов на линии и уже у него золото появляться будет ну вот есть ху турна пауэр третц правда без аквилы все это дело а вторую часть сообщения я даже читать не хочу но все равно я всегда верю в интересную доту пока драки интересные и драк много 11 на 24 счет но представьте если игра затянется где-то так к 70-й минуте ох тут пока забирать и не пытаться по крайней мере какой же он прочный урса просто под овер пауэром пробить даже не смог его по сути там если бы не Лина не смог бы тебе ничего сделать да и Левинар Мора если так-то не было Тени нанес у Урса нанес 740 урона непонятно каким образом ну да ладно так Виномансер в следующем артефакте он будет покупать находит Лича Лича можно быстро зафокусировать не хватает совсем немного Лина побежала что за Блэйди у нас цветыня заработает здесь хорошо ну тренд протектор в это время баунтируны забирает для своей команды да и скоро появится у него метеор хаммер так метеор верно пока даже без колдон брейт сыграет поскольку понимает что там все это магический урон поэтому от визитки спасаться не нужно да и даже если накинет на кого-то колдон брейт просто убьет по факту своего союзника плов допармливает ролям но как бы этот ролл ему не вылез боком ой пошел просто фокус как же много урона влетает по спектре спектра пытается бежать но это такая забавная попытка но его доняет доняет пугна хорошо винтер верно раскастовывает ультимейт на тине пугна пытается убегать ну тренд протектора на нее забрасывают мне на секунду показалось что он в меня его тоснул но это не так пугна погибает преждевременно использовала лайфдрейн но этого не хватило для регенерации для восстановления лина там убивает тине но погоня продолжается винтер верно можно забирать еще и лину подцепили как же много урона да и замедления и вообще контроля у команды йолу найт погибает винтер верно этот тим вайп будет в исполнении йолу найт 8000 преимущества тяжело траблмейкерсам очень тяжело нет фарма урса девятая по общей ценности я не знаю благо винтер верно 5 смертей имеет 2000 всего и она не сможет урсу перегнать ну урса еще следующим артефактом будет бкб покупать ох ну да контрпик урса здесь просто невероятный 5 героев которых он не убьет но при этом они ему так навалят так навалят ой страшно страшно мне смотреть за этим урсой к тому же 2 форстафа уже есть 3 форстафа ой ой сейчас еще форстаф тряп протектор тоже форстаф собирает но мы видим как йолу найт просто раскатывает своих оппонентов так запрыгает по инвокеру инвокера убили хорошо минус стрик из 3 убийств побежала спектра дальше это был хаунд и продолжает она фармить 2000 золотом я кстати своим профессиональным 2к стаком играл против траблмейкерс в окнах валах держу в курсе выиграл ли ты или нет тоже интересно нам как бы хочется знать достижение наших зрителей так запрыгивает ну вот запрыгнул фейсдриллер еще и чайник получает да заберут пугну ой это еще и леча при помощи пугны но у урса здесь тоже были такие нервные моменты когда в него залетел чайник на секунду показалось что если сейчас чайник будет летать между всеми крипами урсой то он просто погибнет но выход на рошана выход на рошана хорошо нет пока винтер колбин брейса у винтер виверны но все равно виверна тампует пока что как бы здесь не погибнуть случайно не очень хотелось бы мы проиграли за 20 минут с счетом 14 36 ну да обида немного но все равно продолжаю играть рано или поздно все получится там 2к потом 3 4 5 6 8 и пойдешь пойдешь на вершину дота 2 забавный момент у меня происходит спадли ряд трек протектор идеальный ультимейт использует по крипам смешно мне стало так ну продолжаем смотреть спектра кстати погибла и вар так демонстративно упал утонул в землю дота 2 жалко 8000 за ел и по опыту и по опыту и кстати чуть-чуть травмейкер отыграли буквально 4000 по опыту по золоту 2 но это не страшно где то урса феноменаль феноменально 3 удара дает по вышке она падает просто рассыпается анимация тиняш ломается вот мне нравится тиню у него всегда улыбка на лице у него всегда дерево в руках он ходит и уничтожает своих оппонентов пугна к тому же погибла вот примерно здесь на верхней линии ну далеко она зашла будем честны инвокер кстати есть форстав спирит весел пока безгонима и это наверное первый инвокер который аганим не купит да это даже лучше ну это кстати можно так и оставить весьма забавно люди я думаю 100% повеселятся и влубнуться по крайней мере мы любим наших зрителей поэтому будем давать им возможность тоже вместе с нами посмеяться понаслаждаться моментами какими-то и игровыми и не только и постигровыми Лина покупает БКБ так вот инвокер я думаю это первый инвокер который не купит аганим с учетом даже хорошей игры просто 18 левел спирит весел медас форстав и БКБ это будет интересно но но все таки инвокер не хочет показать мне данную возможность игры без аганима и покупает поинт бустер ну ладно я хотел бы конечно посмотреть на данного инвокера Лина побежала Мастериск находится в невидимости фейсдриллера увидели ну пока Урса бегает пытается что-то делать у спикры уже сакрот да мог бы он боиться на несколько минут раньше а то и на 5 было бы вообще все идеально но вы посмотрите на пик Hello Night и на их персонажей и вообще на их преимущества и золото и эти предметы господи там же невероятно что делать спектра подходит ее тени один убивает это так не должно быть но спектра пока продолжает фармить ну Реднинс появится через тысячу монет главное к этому моменту не потерять трон и пытаться с этим Реднинс что-то сделать двойной урон на тени и я хочу посмотреть на то как падает вышка жалко дерева нет в смысле 3 греба дерево там у них всегда есть в пике ну и вот развалил тени вышку берет дерево сюда алакрити и по двойным уроном пойти на хайграунд как же там много урона будет господи тени просто за 5 ударов сможет сломать Т3 пугнул вновь цепляют она с эндиском есть телепортация можно было бы ее кастовать но да нет крылат все-таки будет отправляться в таверну погибает ну не везет пока пугнем следующим артефактом после линзы я и эндиска покупать БКБ будет БКБ выбор хороший побежал побежал лина shadow blade БКБ сюда бы еще несколько артефактов и было бы супер хорошо ну вот спектра уже 800 монет даже 900 практически нужен радианс нужен радианс и после чего драться 5 на 5 да еще стакает и лина хороший тимблей тени вот тени shadow blade сабля блин даггер с вечным артефактом будет выходить в БКБ поскольку лина магического прокаста будет уносить невероятное количество плюс спектра да и оверпауэр и эршок ой не эршок а ну ладно эршок потому что shadow шабана также эта способность называется первая не аж подумал что припутал что-то так лина уже на верхней линии подбегает к ней урса не знаю что урса конечно здесь будет делать ну и вот она уже опережает тренд протектора на полторы тысячи так-то наконец-то пошел фарм наконец-то урса будет находить инвокера тот как раз таки выходит с невидимости пошел там надо по пугне пугна ставит вард но пошел тени ее разносить и убивает просто за прокаст эх пугна пугна 6 смертей давайте откроем просто счетчик смертей команды траблмейкерс мне просто страшно 0-9 спектра 1-4 урса 2-6 пугна в интерверна 1-5 и 10-10 лина казалось бы лина начинала со счета 1-5 но уже как-то хамбэкнулась по счетчику убийств ну вот радианс на спектре появляется думаю если будет драка то какая-то завершающая посмотрим на байбеки байбеков практически нет кстати тени можно забирать тени погиб и спектра спектра полетела да полетела на виномансера фейсбридер под блокенбаром дерется дерется закончился аутимейт можно забрать виномансера виномансер погибает фейсбридер оформляет убийство еще и пробивает леча леча тоже нужно забирать стамп у инвокера у инвокера тоже можно забрать это минус 4 будет в исполнении траблмейкерс и дальше тренд протектором чайник работает как бы еще чайником этим не забрать кого-либо хилят хилят лину лина будет скорее всего выживать да здесь урна есть но не спирит весел и кстати две урны скомбегинировала йолу найт не самый лучший выбор от фактов мастериск под радиансом жгут его ай-яй-яй мастериск не детекшина закончился значит минус 4 минус 4 в исполнении траблмейкерс и это небольшой комбэк так мастериск продолжает бегать по лесам нет детекшина но он понимал что здесь находится центре поскольку пугна очень уж агрессивно сыграл в этом моменте начал на него смотреть тренд герой который не любит чтобы на него смотрели и в этой драке спектра уже получает 2000 золота после радианса сейчас появится яша потенциально в дальнейшем антостайл и вот тебе спектра полноценно комбэкнул называется посмотрим по комбэку на общей ценности пока здесь график скорее всего еще не обновился по опыту вот 4000 отыграло только что траблмейкерс отлично а вот теперь уже можно счетчик нетворса открыть спектра на 4 строчке скоро будет догонять тени ну мне понравилась вот эта драка и я думаю те кто поставил на ел она сейчас сердечко у них ёкнуло ведь спектра бараки у нее стоят она вывезла радианс на 28 убила на 29 всю вражескую команду и получила плюс яшу и вот это вот это да не знаю мне кажется что сейчас ребятки в чате просто взорвутся скажут плов красавчик ну да действительно плов красавчик неплохо сыграл в этом моменте даже я бы сказал агрессивно сыграл но все равно его агрессия привела его команду к победной драке сейчас был коэффициент 7 на траблмейкерс друзья я не знаю вот можно можно заливать я думаю после этой драки конечно что-то поменялось но драка была очень крутая минус 4 жалко тренд протектора не забрали вот если бы тренд погиб ой-ой-ой какие же были бы проблемы у Йолу Найт ну хотя тренд саппорт герой но все равно Тим Вай уже красиво Лина случайно погибла на верхней линии не ожидал я ее смерти эх ну кинем так мастериск в невидимости ну тренд конечно очень так агрессивно исполняет бегает все время далеко плов азазак где тут что за ладно ну вот сейчас вот это сообщение было написано до драки и сейчас как бы все изменится так чайник пошел по пугне ее замедляет он диск срабатывает это скорее всего была просто попытка сбить агент диск и попытка увенчалась успехом Урса запрогривает Путинни тот использует Shadow Blade так пошел Dust я не знаю на что Урса этот надеялся этот медведь еще не самый опасный это какой-то более плюшевый мишка пока что так ну вот БКБ Даггер там у нас пошли китайские иероглифы какие-то не знаю я как на них отреагировать возможно это что-то крутое но я не эксперт в китайском языке о еще один китайский иероглиф мне кажется действительно фанаты Travelmakers после этого заговорили на китайском после этой драки я бы наверное и сам бы поговорил бы на таком мне кажется я ее даже комментировал на китайском или на японском запрыгивает по пугне на ней нет индийска но из Black & Bar паузу ставится аут Лины ох лаги говорит Лина говорит лаг а вражеский инвокер говорит нет эх или она спросила там пугна спросила а Лина сказала что лагает но было бы забавно Лина говорит лаг инвокер говорит нет и вот тебе общение так давайте все таки взглянем а ну там не очень много выиграла трэблмейкер с той драки хотя как немного с 10 тысяч до 6 4 тысячи выиграть неплохо но по опыту вот было все даже хорошо с 10 там чуть ли не до нуля по байбекам нет только инвокером тренд протектора леча и винтер виверным какой состав у YOLO NIGHT Master Risk Master Risk KOSOR или KOKOR KOSOR KOSOR в смысле известная игрок Hector Lonely и Mad Kings вот у нас в команде Troublemakers Denzik Hr Xen забавный никнейм Крылат Face Driller и Плов так Лина говорит GO и сейчас будет что-то интересное так а нет не будет ничего интересного тени в невидимости есть detection кстати по нему он прошел по сентри ворду будет ли продолжение так винтер керс пошел по тени но миссует станом миссует ай-яй-яй так сидят циртини хорошо пошел чайник чайник полетел по спикре винтерверне винтерверну могут забрать да винтерверна погибает инвокер отступает у него в случае чего есть эгида все а нет не все здесь еще пугна подставляется но использует на себя дик пифай инвокер погибнет ли да инвокер погибает и кстати он инвиз прокастовал но там уже Лина погибала нужно отступать команде траблмейкерс ведь уже ситуация не в их пользу даймлокер отошел ну хорошо агрессивно сыграли траблмейкерс только что 6000 обыта только что получил винномантер и лич ой точнее по 2000 а совокупно 6 на команду yellow knight мастерист уже пошел накастовывать митюр хаммера на вышку и сразу же фортификация от траблмейкерс 36 минут интересно тренд протектор кастует ультимейт боится за свою жизнь спектру спектру ну вот урон не влетает там вот митюр хаммер вот бласта но урона очень-очень мало к тому же стики были ну спирит весел спирит весел работает хорошо к тому же против спектры и винтер виверны винтер верно взлетает косор телепортируется и сбивают при помощи винтеркерса это будет убийство леча главное ах я думал спектре его отдадут но все равно у спектры пугна просто все деньги забирают у этого плов жадная спектра ой точнее жадная пугна не оставляет денег своему коргерою ну вот пугна будет покупать догон но на ббк у нее денег не хватит а нет блин дагер решил приобрести но блин тоже неплохо ну вот монтостайл уже на спектре следующим артефактом будет выходить в тараску ну спектра взяла талант на минус 10 секунд спектра дагера кулдаун и ей нужно покупать условный хекс например вместо урны где-то после тараски например дабы и было немного атрибутов было много маны регенерация ее это всегда нужно но я напоминаю что турнир проходит на ESM зон поэтому заходите смотрите турнирную сетку регистрируйтесь на турнирах играйте турнир под названием ggbet dota 2 battle но с вами коллапс как бы всем привет так пугна пугна побежала на центр тени отступает покажи ранги игроков к сожалению я не могу это сделать ведь мы видим что dota не хочет нам показывать ранги я бы с радостью показал я пытался их показать в начале игры еще но к сожалению к сожалению это не работает так внизу тренд протектора находят кастует ультимейт и на нем висит уже winter curse тренд протектора нужно забирать да фейсдридер нет ну конечно фейсдридер при помощи четырех своих союзников может справиться с тренд протектором как бы это уже радует башер появляется на урсе тоже неплохо но к тому же бкб даггер башер на сороковой это минуте маловато кажется но здесь хектор фармит у него алибарда 23 практически уровень я думаю хекс можно даже купить либо блэкен бар там уже негодование в сторону лины какое-то интересно узнать почему ну вот мне пока нравится матч 40 минут в принципе даже с 17 тысячным преимуществом траблмейкер смогут его камбэкнуть есть спектра и все мы знаем что спектра чем дальше заходит игра тем лучше для нее к ней уже долетает спирит весел о своевременно своевременный предмет не знаю кстати почему выбор склоняется именно в пользу этого артефакта ведь есть предметы по лучшему все равно рано или поздно пришлось бы продавать эту урну и как бы забить на спирит весел а так и не то и не то не хочется конечно будет продавать спирит весел много сюда денег было инвестировано на 40 в этом минуте протектор в инвизи ну вот я смотрю на и ой я посмотрел на талант у трет протектора на 15 уровне 2 секунды трес деревьев возрождение не появляется него взял себе 90 урона ой опять урсу подцепили ультимейт был прокастован о побежал побежал на это вот опа мэдвэд эх фейс дриллер ну очень хороший пик против них очень хороший пик вот ела против именно урсы тупо 3-2-2 матч ведьма могла игру закончить ну как бы да нет у нас турнир не 3-2-2 и команд мы все играем на победу все хотят победить на ггб дота 2 батл для всех это дело чести и 3-2-2 смысла нет не знаю призовой фонд как бы 3,5 тысячи долларов на секундочку их комментирует коллапс тоже на 2 секундочки ой мастериск отменил митер хаммер свой ну думаю он не переживает по этому поводу тени 22 уровня взял талант на перезарядку 3 греб в принципе верно ведь тос без таргета такое как бы ну прыгнет он в кого-то откинет куда-то и что в принципе верно что взял талант именно на минус кулдаун дерево ну к тому же он всегда им пользуется тренд опять опять тут этот тренд бегает все время где-то на вражеской половине карты и дает вижен нехороший герой видит он спектру там еще инбокер подбегает спектру можно попытаться убить к тому же есть монтас монтас в полдауне но появится через 5 секунд буквально какая тут спектра агрессивная хотели спектру убить ага у него у него 2700 хп скоро еще тараску приобретет надеюсь что сможет даже до 25 уровня взять талант на минус на плюс 6 дисперсии кстати немного так на 2% ее подфиксили просто с самого начала игрок на линии руинит игру нет в начале игры ему было тяжело а потом уже как-то реабилитировался вот уже monkey king bar скоро появится нужно еще главное на buyback дофармить там 900 монет осталось double buyback и monkey king bar тренд вот это интересная игра у тренд протектора все время бегаешь по деревьям тебя никогда никто не видит еще и накидывал что такие вот митюрхаммеры на урсу фейсдриллер пришел пофармить линию а на него митюрхаммер с неба летит ну как бы я бы тоже испугался честно говоря вадуркон только что подписался при помощи twitch prime красавчик вот это я понимаю мужчина так спектра ультимейт пошел пошел фокус по тине тине без аегиса и без ничего тине нужно убивать тине должен погибать да тине погиб дальше дальше будет ли какое-то продолжение цепанули лича лич должен отправляться в таверну флина побежала дальше должна станеть виноватер но алибарда работает алибарда работает хорошо алина не вовремя использовала блэкенбар нужно было сразу же его прокастовывать так эктора эктора нужно забирать нет блэкенбара я индиска на фугне будет больно спектрап может погибнуть спектрап под спирит вестлом как же много здесь периодического урона урса тоже отправится в таверну лина лина пытается убегать лина выживает окей кстати бэйбэк нажал тине и лич но сейчас скорее всего траблмейкерсам тоже нужно будет нажимать право точнее просто нажимать бэйбэк ой как же много здесь потерял тине и лич тине минус 1600 монет многовато урса уже выкупается пугна тоже использует бэйбэк но спектра не хочет я думаю даже не надо у нее нет ультимейта она в одиночку ну как в одиночку она без ультимейта не справится с дефом первую траблмейкерс выиграли со счета 34-45 нет это первая карта как бы не нужно дезинформировать чат поэтому ну мы видим да вот здесь вот есть обозначение что это best of 3 формат и никто не победил пока что это только первая карта и уже какая интересная не знаю как вы но я уже рад тому что нет как таковой легкого нет как такового легкого матча у Yolo Knight они вот соревнуются как нужно а не выиграть за 20 ну кому это интересно так клина застань лайнвокера и Тини и вот Тини забирает опять-таки сыр достается гиду для инвокера отлично спектра появляется спектра появляется 25 уровень Тараска должна появиться совсем скоро по крайней мере буду на это надеяться так ну вот спектра 4000 золота игроки Yolo Knight просто отошли на фарм и уже 20 30 тысяч преимущества у Yolo Knight по опыту просто посмотреть пятнашка это сильно с юбилейной с юбилейным нетворсом команду Yolo Knight можем поздравить да ну не знаю инвокер уже с рефрешардом но без форстаффа и спирит весла спектра телепортацию взяла но спектре не очень желательно драться сейчас без Тараски нужно куда-то инвестировать свою голду ну клавити конечно не нужно не поможет она решила инвестировать это дело в пайп ну пайп ну пайп и пайп как бы ну ладно так пошли фокусировать Тинни тот использовал сыр использовал Black & Bar ну на этом драка закончилась по сути и отступать будут Тилонайт что ли ну да нет Black & Bar на Тинни инвокер улетает уже на нижнюю линию защищать ее эх ну не знаю как-то все больше и больше времени дают для команды Travelmakers здесь Урса нацелилась на Аганим я думаю он его не соберет уж очень нужно золота много а вот спектра Тараску должна покупать но пока хватит только на Ривер и на один Виталити Бустер вот если не купила пай то получилось бы слишком много урона санстрайков ну да сейчас Тинни сальется после Байбека ну посмотрим ну пока не погиб пока не погиб ну теперь Troublemakers заходят во вражеский лес никого не находят поскольку Yellow Knight находится на нижней точке карты спектра спектра фармит ей нужно будет продавать ТП ну либо просто в наглую продать какой-то не знаю Spirit Vessel чтобы купить Тараску но пока опять-таки телепортируется на базу вновь инвестирует свои 4800 на приобретение Clarity за 50 не знаю нужна Тараска нужна Тараска или просто купить Black & Bar и как бы не жадничать почему бы нет негодование пошло в пользу команды Troublemakers не знаю пока рано еще о чем-то говорить мы все равно верим в то что они смогут камбэкнуть но они уже один раз смогли и опять-таки это было на нижней линии ой торнадо немного точнее ЕМП не по таймингу здесь просто вардык сайты бьют вышку точнее барак они уже барак милишного боя точнее рейнджового боя забрали да виномастер 25 уровня плюс змеек взял с урон хп ой-ой-ой какой же метеорхаммер залетает от тренд тортедектора ладно был не метеорхаммер а торнадо с инвокером так ультимейт спиктре пошло после байбэка она инвокер с аегисом его не нужно быстро фокусировать как бы в два раза не убьют вот виномастера нужно хурикин пайк улетел спиктра побежала дальше плов дизарм плюс глимеркейп сейчас бегает виномастер но погибает уже винтерверно лина винтерверно лина байбэкаются сразу же пугна погибает и она с байбэк без байбэка тинни тинни спиктра бежит за ним дальше спиктра пока тинни находится в невидимости ой-ой-ой тинни тинни ни в коем случае отпускать здесь нельзя да и спиктра этого не делает ты кстати у тинни байбэка нет еще две минутки а вот уже погибает урса после байбэка инвокера егис потерял это всего егис виномастер выкупился будет возвращаться в драку лина после байбэка ее подхиливает винтерверно бласт какой же бласт идеальный в исполнении инвокера забирает уже двоих героев остается одна спиктра в спиктре уже будет тяжело здесь что-либо сделать так пошел ультимейт от тренд протектора спиктру в спиктру бьют спиктра будет погибать бкб не долетает но поздно гг гг от команды траблмейкерс 50 минут нам потребовалось чтобы еллмейт победили и как бы хорошо хорошо мне понравилась игра понравилось противостояние спиктры против всей вражеской команды не знаю это было весьма забавное зрелище к тому же Урса который бегал на 20 минуте предпоследнее по общей ценности ну как бы не хватило не хватило этого ой а я буду ждать следующего матча я вот посмотрел так на 3.12 спиктры да 40 тысяч урона настреляло но этого не хватило дабы победить но с другой стороны максимальное количество урона нанес инлокеров 29 тысяч да а мы пока будем создавать лобби будем ждать следующего матча поэтому не переключайтесь вернемся совсем скоро дальше больше больше